Мой трехлетний сын любит играть с машинками, любит собирать пазлы, любит есть сливы. А еще он любит носить блестящие юбочки. Если кто-то спрашивает, он говорит, что юбочки заставляют его чувствовать себя красивым и смелым. Если кто-то спрашивает, он говорит, что нет никаких строгих правил, что должны носить мальчики, а что девочки. Мой сын одевал юбочки, даже когда мы ходили в церковь. Он одевал их, когда мы ходили в магазин. Он носил их в поезде и в песочнице. В нашем маленьком мире это никогда не было проблемой. Конечно, нам задавали вопросы, и мы отвечали на них. Все было в порядке, до вчерашнего дня. Вчера по дороге в парк, мы встретили человека, который требовал объяснить, почему мой сын носит юбочку. Мы не знали этого человека, но он похоже давно следил за нами. Мне просто интересно, сказал он, почему вы так поступаете с сыном. Но на самом деле ему не было интересно. Его не интересовал ответ. Он просто хотел, чтобы мы оба знали, что то, что делает мой сын, то, что я позволяю ему делать, неправильно. Она не должна делать это с тобой, сказал он моему сыну. Ты мальчик, она плохая мама. Это насилие над ребенком. Он сфотографировал нас, хотя я просила этого не делать, и стал угрожать, теперь все будут знать. Вот увидите, я вызвала полицию. Полицейские прибыли, составили рапорт и похвалили юбочку сына. Но теперь мой сын очень волнуется, он не чувствует себя в безопасности. Он спрашивает, тот человек еще вернется, он плохой, он будет еще говорить гадости про мою юбочку, он будет еще делать фотографии. Я не знаю, что сказать, но одно я знаю точно, я не позволю себя запугивать. Я не буду чувствовать себя уязвимой или напуганной. И я не позволю злым людям, говорит моему сыну, что он должен или не должен носить. Может мир и не будет любить моего сына таким, какой он есть, но я буду. Моя главная задача сделать так, чтобы он никогда не сомневался в этом. Я буду изо всех сил бороться за его право, ходить по улице в безопасности и носить то, что он считает нужным. Я всеми способами буду показывать, что мне дорог тот образ, который он выбрал для себя, и что я всегда поддержу его выбор. И не важно, что говорят остальные, не важно, кто попытается ему помешать. У нашей семьи, теперь есть вот такой девиз «Мы любящие». Мы добрые, мы уверенные и упорные, мы красивые и смелые. Мы знаем, кто мы такие. Злые люди не изменят нас. Мир не изменит нас, мы изменим мир. Очевидно, что умение отстаивать свой выбор сын перенял от мамы. Когда письмо матери разлетелось по сети, одни аплодировали ее смелости, другие продолжали осуждать. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.